Вот мы приехали в Любимовку. Здесь выращивают шафран и тюльпаны. Сейчас будем заходить и по месту сделаем съемку. Уже вовнутрь. Вот народу прямо куча-куча-куча в этой маленькой Голландии. Ну так они сами себя называют. Билет входной значит на взрослого 30 гривен. Ну мы с собакой, за собаку мы ничего не платили. И нам сейчас приставят экскурсовода, который будет рассказывать, что здесь происходит, как тут чего выращивают. Вот здесь вот кормят. Вот уха. Все есть, что покушать. Есть такие вот прозрачные домички. В них сидят люди, кушают. Вот на осенне отдыхают, на сеновале. Сейчас мы кого-то выцепим себе в экскурсоводы. Взяли экскурсовода. Нам дали девочку. Сейчас нам проведут экскурсию. Я даже запишу, что девушка будет рассказывать. Мы находимся на территории частного предприятия шафран. Основной вид занятий, чем мы занимаемся, это называемые луковицы шафрана. Луковицы шафрана мы занялись 5 лет назад. Это в Малане. Здесь у нас засеяемые 4 гиперрата. Кстати, их луковицы я покупала. Осенний шафран. Как вы знаете, шафран – это очень здорово-настоящая шафрана. Была и есть очень вкусная, полезная. В Швеции его добавляют в тесто. Вот такое хозяйство. Ну, отлично. Если же он идет в еду, потом, конечно, лучше всего без добавок каких-то. Тем более специи считается очень полезно. Даже рак лечат шафраном, я знаю. Здесь у нас марш. Опа-ча, вот она. Зеленая и фиолетная. Вот она, аспаржа, налетай, подешевела. Было рубль. Уже кто-то тут собрал. Вот она, аспаржа торчит. Она растет около 2-3 месяцев, но каждый день она вырастает, стержень на 15-20 сантиметров, и его отрезает. Каждый день? Да. 12 сантиметров? Да. И что, и растет дальше потом стержень? Да. Дима, не ходи, тут же посадки. Он опять на день, ну, за сутки вырастает. А что вы делаете с отрезанными? Едите? Ну, да, отрадаете. Продаете? И почем там килограмм? 200. Капец. Спаржи. Каждый день, девушка сказала, она растет на 15-20 сантиметров. Сейчас я попробую. Слушай, реально, она вкусная. Точно горошек, натуральный горошек. Прям я бы перемутала. Спаржи из семян. Потом, короче, я ее посеяла один раз и просто ее потом рыхлю, поливаю и все, да? Опа. А это у нас что, шалфей? Да, это у нас шалфей. Класс. Шалфей. У меня есть один куст шалфея и семечки выросли. Да, полезная. А розмарина у вас нет? Нет. Пока, наверное, да? А розмарин, кстати, в тополевке выращивают. Шикарно. Он так растет в наших условиях засусливых. Это нам продевает молодость, придает силы. От кашля он еще. Да. Очень знаю. Они очень хорошие. А цветет как вам красиво. Фиолетовым. Да, 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 фиолетовым цветет. В конце мая будет цвести, потому что это будет не заработать. Классная штука. Причем засухоустойчивая, да. Класс. Посмотри, сколько у них шалфея. У меня всего один куст. Да. Вот он, шалфейчик. Такой прямо эфирный запах, да, классный. Вот, посмотрите, в руках вот так. Крым. Обалдеть запах. Так, приближаемся к тюльпашам. Ну, это у нас декоративный, я не знаю, так сказать. Мы называем это декоративный лук аливум. Это... Вот здесь? Да. А, стопы. Он цветет, это цветы. Он не цветут как лук. Выпускает стержни и на стержнях образовывается цвет. Ага, это типа как вот этот вот чеснок, ракомбольный. Лук-чеснок. Вот он, млякавуха. Декоративный лук. Нет, это декоративный лук, цветущий красиво. Он выпускает стрелку и цветет. Да, да. Только он такой маленький, у нас в Аударе вроде как. Да, он тут подойдет. Это у нас... Не, это пока нарциссы. А нарциссы эти... Это тоже те, которые купили. Эти нарциссы вонючие? Не, есть такие бордюрные, специальные, маленькие. У нас в магазине хозяйка выращивает. Они такие вонючие есть маленькие, но там... Не знаю, какая тенькая. Не, есть такие вот нарциссы вонючие. Это воняк. Вот они. Не топчите тюльпаны. А еще и голландцы ели во Вторую мировую. Да, было, да. Было такое, да. Благодаря Голландии у нас более 10 тысяч сантиметров тюльпан. А это ворота Европы? Да, да. Ха-ха-ха. Это щель в мир. Вроде бы я все... Эти ворота Петя с собой привозил? Да. У нас фотозона там есть, там фотозон есть, к ним. Короче, вы все мульчируете, значит, соломой, да? У вас под мульчой все время тюльпаны находятся, да? Или вы засыпаете весной? Это уже в гостях. Не знаете, да? Ну, солома эта тут и под зиму стоит. Вот мне интересно. Наверное, рано весной сыпите, чтобы грунт закрыть, чтобы он не высыхал, да? Да. Прикольно. Вот эти очень красивый цвет, обалденный. Такой фиолетовый. Обалдеть, обожаю такие тюльпаны фиолетовые. Но вы же сейчас луковицы их не продаете, да? Продаете. Продаете, да? Они тоже такие мелкорослые, тоже бордюрные, походу. Очень красивые. Цвет красивый. Красные-то такое. А вот фиолетовые. Можно прийти, но они с вандалами. Не, ну понятно. Мы же не вандалы. И тоже по ним ходить будете. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Прямо ухи захотелось. Посмотри, как красиво. Ты я рада. Какие красивые тюльпаши. Обалдеть. Здесь вот фотозона такая. Здесь путаются все. И на видео снимается. Дверь в Европу, походу. Все, слыхай, не могу. Очень красивые тюльпаны. Здесь они двух цветов. Фиолетовые и такие ярко-розовые. Они как бы не совсем красные. Они ярко-розовые. С другой стороны, мы отошли. Ветер дует. Не знаю, слышно там что-то на съемке. Не слышно. Слушай, и так прикольно стоит, смотри. Ведро с фиолетовой краской. Такое ощущение, что половину тюльпанов просто тупо покрасили. Подготовились к приходу гостей. Ветер страшный. Наверное, у меня в микрофоне все-таки задувается. Вон там, смотри, желтое стуло стоит. Там можно сфотаться. Да, а что? Биткоин, ты только им тут не удобряй. Молодец. Я не знаю, у меня ничего там слышно, походу, не будет ветер сет. Мы идем уже на обратном пути. Опять на него зашли. Очень вкусная спаржа, свежая. Просто обалденно вкусная. На вкус зеленый горошек, да. Просто еще взяли, поешь. Сочная. Обалдеть. Я не знаю, зачем ее бланшируют. Она сырая лучше. Вот купили два корневища спаржи. Сейчас распасую и покажу, как они выглядят. Вот так вот они выглядят. Вот отсюда уже спаржа растет. Короче, корневища расползается до 5 метров шире в глубину. И с круглый год до заморозков из них растут все время плоды спаржи. Ну посмотрим, я взяла два корневища. Не знаю, выжил или нет. Они уже засовки. Вот. Вот это вот шепрановое поле. Сейчас оно все такое заросшее всякой травой. Но потом его почистят, походу. Ухо, которую варил сам Павел Ермей. Здесь 5 видов рыбы. Он сказал здесь... Ой, я не буду все перечислять. Короче, 5 видов рыбы, в том числе и лосось. И камбала вот. Очень вкусно. Очень вкусно, вообще классно. Хотя чеснока тут маловато и зелени я как бы не вижу. Но это не важно. Все равно навар очень классный. Наблюдаем колеса. По их истории это 170 типа лет. Вот у нас появились сомнения, что им 170 лет. Может быть вот этой вот деревяшке самой и 170 лет. А вот, допустим, смотри. А потом уже ее облагораживали в железо, да? На эту гайку, на прямой угольная. Ага. Просто сделай, да? Вырубили. Резьбу, ну как резьбу еще нарезать. Мы выходим, мухи поели. Купили два корневища спаржи вот здесь. Лилии здесь продаются по 20 гривен. При вас могут выкопать прямо. Разного цвета я не стала брать. Но если что, еще приедем ехать. Недалеко у нас, собственно. Вот. А это что у них за деревья, кстати? Конец выставки.